Дима, смотри, я тебе в дальнейшем дам телефон завтра человека, зовут его Сергей, это представитель компании Ваша Кровля. Он тебе поподробнее расскажет, как устанавливать эту манжету. Она содержит в себе металл, типа кровельная какая-то жесть внутри. И надо будет на композит выкладывать по композиту. Именно выгибать вот эту часть, она становится жестко, хорошо на композит. А вот эта вот часть, вот этот вот колпак, который уже одевается сверху, он тут возможно даже и подрезаться. Надо, чтобы он подрезался, вот эта вот часть может мешать, там уже больше смотреть по месту, так сказать. Одевается вот эта штука еще внутрь, имеет вот такие прорези, усики, эти усики одеваются вот на эти пеньки. Вот, там в каждом колпаке есть пузырьковый уровень, то есть потом эти трубы все когда будете равнять, ну выставляется их по уровню, они там, скажем так, гуляют туда-сюда. Ну ты, наверное, знаешь, ты, наверное, такие вещи ставил. Здесь в комплекте, кроме этого всего, еще идет вот такой вот герметик, вот, и вот такая вот пластмасска. Сергей, кстати, этот специалист, он очень так неплохо все объясняет. Я думаю, что покупали мы у него и поделиться информацией, как правильно поставить это все дело, ему будет несложно. Это про проходки. А теперь у нас еще есть аэраторы. Такая же самая система с мягким железом. Вот у нас скат, вот у нас на скат, вот так вот вниз ставится вот этот аэратор. Тоже будешь уже смотреть, тут немножко вот эта российская разработка, тут никаких я таких вот вещей, которые обрезать, как бы и не вижу. Есть инструкция, кстати, на русском языке. Посмотришь, точно так же одеваются эти резинки на пенечки, пенечки где-то здесь, вот пенечки, да, пенечки. И еще, Дима, смотри, ты там вот, я посмотрел, немножко опередил события и нарезал эту нержавеющую сетку. Ну, вот эту вот, эту часть обязательно всю вот эту вот закрыть нержавейкой надо, чтобы не залетали эти осы. Думаешь, изнутри? Только изнутри, и сюда просто ее вставить. Ну, вставить, закрепить же же ее надо. Запустить просто. На какие-то клопы запустить, ну, понятно, не прорезая, чтобы оно не проходило, чтобы крепилось на внутренних частях. Зафиксировало, чтобы сюда никакие осы не залетали. Вот. Вот что по аэраторам. И ставятся они равномерно. Ну, например, вот этот вот скат. Вот, второй бумажки нету, нету. Ну, ладно, разберемся. Вот у нас, давай так, вот у нас длинный скат. Длинный скат, вступаем метр от одной части, метр от второй части, и ставим туда вниз вот эти вот аэраторы. Вот таким образом, на длинный скат. То есть спускаем их как бы вниз по кровью. Так. По краям, еще раз, метр, метр. И пошли два аэратора. А третий аэратор ставится уже вот на вот этом, на маленьком скатике. И ставится уже вот этой частью вниз. Ну, это же логично и понятно. Вот так вниз. То есть они равномерно просто распределяются. Ну, и ставишь где-то от конька. Я смотрел. Ну, по-разному устанавливается. Может быть, у тебя какая-то другая информация есть. Но я слышал, что это не устанавливается где-то от полуметра до метра. Вот конька.